90-летие Ленинского района началось с благодарственного молебна в храме Георгия Победоносца, на который пришли местные жители, а также глава муниципалитета Валерий Венцель. Затем уже по сложившейся традиции Валерий Венцель и другие официальные лица возложили цветы к вечному огню, после чего все отправились на Советскую площадь, чтобы поздравить жителей и принять участие в праздничном шествии. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у жителей было праздничное. Поздравляем наш Ленинский район с этим замечательным праздником. Конечно, Ленинский район имеет для нас очень большое значение, потому что мы здесь живем, работаем и все вкладываем, и стараемся вложить самое главное в детей наших, нашего района. Участие в шествии, я считаю, это такая почетная обязанность. Все-таки каждый из членов общественной палаты – это лидер своей общественной группы, поэтому мы представляем интересы большой массы людей. Это действительно очень важный праздник, как для меня, так и для нашего коллектива в целом. Мы всегда с удовольствием идем посмотреть на красоту тех организаций, которые приходят на праздник, на оформление колонн. Но, естественно, предоставляется дополнительная возможность пообщаться в свободной обстановке, создать себе хорошее настроение. В шествии приняло участие около пяти тысяч человек, которые представляют различные учреждения, предприятия и объединения Ленинского района. Все готовы были сказать самые теплые слова в адрес своей любимой малой родины. Московский коксогазовый завод весь в полном сборе готов к шествию радостными улыбками. Ура! Процветание. В принципе, у нас так район процветает, чтобы все было на благо главного народа и чтобы все были счастливы. Красоты, чистоты, хороших людей, добрых, умных и чистых. Хороших отношений друг к другу. Вот. Да. Это главный вопрос. Когда будет хорошее отношение друг к другу, тогда городской округ состоится, будет огромным, красивым, веселым. Пройти в шествии первыми выпало барабанному ансамблю, который задал бодрый ритм всей демонстрации. 90-летие Ленинского района. За последнее время эту фразу можно было услышать несколько раз на дню. Подготовка к празднику была планомерной и основательной. И вот теперь жители муниципалитета наконец-то отмечают юбилей родного края. По улице Школьной колонна направилась на стадион Металлург, где состоялась торжественная церемония открытия праздника, в ходе которой лучшие представители нашего муниципалитета были награждены за свои заслуги перед малой родиной. Знак отличия почетный гражданин Ленинского района был вручен Владимиру Глеихману. 50 лет он возглавляет муниципальный оркестр русских народных инструментов. А о деле всей своей жизни Владимир Давидович рассуждает с любовью. Оркестр – национальная гордость русского народа, потому что это один из самых мощных таких национальных оркестров в мире. Совершенный, очень национальный и в то же время очень интернациональный. В 90 лет жизнь родного края расцветает с новой силы. Глава Ленинского городского округа Валерий Венцель рассказал о дальнейшем развитии муниципалитета. У нас очень хороший потенциал, мы богаты историей, традицией, но, конечно же, наше самое главное богатство – это жители, труженики, которые своим ежедневным трудом делают наш родной муниципалитет. Каждый населенный пункт все краше, благоустроеннее, комфортнее для проживания. И я, пользуясь случаем, хочу каждому жителю нашего муниципалитета сказать большое спасибо. Слова главы подтвердил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Глава уже дал четко понять вектора конкретного направления развития нашего уже городского округа. Поэтому мы сейчас нашей общей командой будем делать все, что от нас зависит. Торжественную часть юбилея Ленинского района продолжил праздничный концерт, который продлился до позднего вечера.